Главный вопрос у нас в чем? Мы не сможем конкурировать с этим, вы же это понимаете? А вы что хотите сказать, что я должен ваших конкурентов, благодаря, только из-за вас должен убирать, да? Нет, это хорошо. А это рынок, вы знаете, вы можете идти. Подождите, подождите, это рынок, вы знаете, на что вы идете. Это раз. Во-вторых, там рабочие места и зарплаты, пожалуйста, переходите туда. Во-вторых. В-третьих, у нас есть другие торговые площади, где, пожалуйста, вы востребованы. Ну и потом я примерно догадываюсь же, кто за вами стоит. Вы здесь не все предприниматели? Все предприниматели. Я могу перепроверить. Я могу перепроверить. Почему-то бабушкам там места нету, а вам всегда там место есть. Бабушкам, которые мучаются выращивать помидоры и огурцы, для них места нет почему-то у вас. И потом, санитарное состояние, вам нравится то, что у вас там происходит, нет? Вам самим нравится? Но мы, как и пышники, не можем же туда, и сами это ставить. Хорошо. Вам самим в этом продюшники работают, нравится? Это принадлежит городу. Это должны были делать вы. Но не как я часто это принимать. Это тоже так существует. Я не могу пойти по санитарным банкам, конечно. А из того вы арендуете площадя, это он должен вам это делать. Я должен. Сейчас речь стоит о том, что у меня было детей, дочка учится. Я запрос с этим массивом. Я куда-то закрою. Все кредиты все открыли. Вот туда. А новое оборудование я взяла кредит 50%. Я еще раз говорю. Ваш магазин никто не закрывает. Вы как работали? Вы просто боитесь конкуренции. Вы боитесь конкуренции. Ну, я конкуренции, подождите, я не могу одного поддерживать, другого не поддерживать. У меня таких полномочий нет. Да, вообще. У меня таких полномочий нет. Вы имеете в виду? Вы ошибаетесь и по адресу пришли. Вы свои третизы давайте предъявляйте вашим собственникам, которые вам в аренду стали и не занимаются вами, кстати. У них кто, видимо, в голове только деньги? Как не так? И зелененькие. Зелененькие деньги. Ну, кто-то не понимает. Там сделали хамоши, но в наших приличных. Я вам еще раз повторяю. Он нам такой хам. Если на голове предприятие решило сдать в аренду и сделать ремонт, я им запретить не могу. И конкурировать или не конкурировать, это уже ваши проблемы. То есть ваши хозяев. А Пури не с того начался, с самого начала. Не с того. Вокруг все сейчас разломали, значит, никакой не аренду, а новость. А новость тоже будет. Где? Вокруг магазина там все нормально. Я вам еще раз говорю. Это Елабуга. Она сегодня, у нее стандарты другие совершенно. Это не деревня. Это не синтез, не котловка. Если уж на это пошло. Не, ну друг на друге. Магазин друг на друге не бывает же. Я вам еще раз повторяю. А подъездные пути... А сейчас вот если он пришел, хочет нормальный торговый центр построить, вас это не устраивает уже. А вот допустим, а подъездные пути, как вот будут, это же будут пробки, это вот, как вот. А сейчас как у вас подъездные пути? А сейчас вот, вы же смотрели, там очень много машин. А тут получат еще будет больше машин. Почему это? А там уже трудные подъездные. А вообще чего это больше машин? Кои же будут? Как? Легко и грузовые, и в магазины подъезжают. Слушай, давайте не выдумайте, что попало и как попало. Чего вы тут начинаете? Да жители тоже против. Чего вы начинаете? Какие жители против? Жители этого тоже против, они все. Подождите, вот допустим, Лена сидит. У него есть здание. Если у него нету, я, извини, что ты, если у него нету возможности содержать его, он что должен делать? Или продать, или в аренду отдать. И Лагуна тоже так, приняла решение. Да, реконструкция, да, у них замыслы есть. Но это не мне решать, есть службы, которые написываются, то они вписываются по высоте, по ширине. Вот когда будет уже эквектиза проведена, и скажут, да, вот точку поставили, и не нарушаются никакие госты и снипы, тогда они будут строить. Но пока это только эскизный вариант. А до какого места земля Лагуны? Ну это ж я не знаю, вы сами смотрите. Возле магазина метр в тридцать дней больше всегда так было. А сейчас там дальше ломают. Там дальше все, вверх и сносят. Потому что там уже не земля на плоте. Потому что они, ту территорию, которая впереди, они сразу будут благоустроены. Еще поинтересоваться. Эссен платит налоги в бюджет местный? Платит. Нет. Нет, они в Самаре же платят? Самаре они приедут платят. Вы, если не знаете, как формируется бюджет городской, тогда уж не говорите. К нам идут в основном НДФЛ. Что с экономической зоной, что с предприятиями. Если взять бюджет по процентам, порядка 80% это как раз НДФЛ. То есть вот сколько людей там работает, НДФЛ все платят сто процентов здесь. Я этот прибыль у них ничего не получаю. Он уходит в федеральный бюджет и чаще уходит в республиканский бюджет. Он меня не интересует. Меня интересует НДФЛ. Чем больше рабочих мест он создаст, тем лучше для меня. А почему я должен в конкуренции кому-то помогать? Есть две газеты. Я что теперь должен одного душить, у кого не получается, так возможно другому? Григорий, давайте по одному. Дома, никто не соглашается, потому что у нас дышать нечего. Выходишь, себя зной все закрыл, пройти нельзя. Вот где 37-й, раньше проходили цветей, как-то красиво, уютно. Какой-то сарай строил, ни детей пускать, ни вообще. Вот какая-то сарай, вот видите, какой-то сарай построил. А цивилизованная торговля вам не нужна. Сарай вас устраивает и устраивает всегда. Може полгода стоит. И мне, когда приезжают высокие гости, говорят, у тебя что здесь за капуста? Ты говоришь, не можешь порядок привезти, что ли? Я четыре года в этом говорю.